на что это вот такое я проходил у вас вчера тут меня задело по интернету показывает как бездрожжевой я там и жданов подключился все ядовитое и вот готовят там из зажирной муки по 4 ложки за теплой водой потом это закрыть на сутки в темном месте теплом таком но не на батарее то есть это из этого делают какое-то открытие в это время монахиня то же самое но по-другому там у германа стерлигова и вот они сколько дней там два килограмма меда туда а у меня получилось так что я зашел смотрю вот мука лежит побольше и обыкновенная мука кто-то там положил ее не знаю почему ее положили там в тамбуре где собирается трапеза то я притащил ее и когда я посмотрел на это но я сказал не превращайте заботу о теле в прихоти это писание говорит об этом он там на шесть на седьмой день поднимется как опарда то то же самое дрожжи то есть они затеяли что что-то и жизнь не продлится я взял муки вчера воды туда линул обыкновенной холодной воды из-под крана и крана принесена тут живых рана то нету давай мешать подмешивать муку и на обыкновенной плитке вот пожалуйста вот он какой у меня это как искупление он показывает что это раны христа это как лепешки вот все раз сколько я напек вечером уже наверно 12 ты сейчас 11 заканчивался ночью вижу у меня тут закачка идет вот это все пожалуйста вот никаких дрожжений от пресной потому что сколько муки есть хоть ты сто дней и крути если здесь килограмм больше килограмма не будет а желудок разберется но они твердые конечно не какие-то лаваши там ну теперь толкни ее сзади раньше размочи хлеб ешь чем угодно вот о чем питаетесь вот у меня здесь ревень растет вкус большой беру его дальше щавель чеснок растет это я срываю с чеснок ну это листья которые одуванщик крапива такая как двудомная она низенькая не знаю даже название какое и репей это 6 тут изрезала дальше толкушка деревянная железную чашку положил так немножко ударю поверну ударю поверну она получается как маленько раздавлено это пожалуйста картошка самая маленькая вот такая вот там не мытой еще залил водой сварил ее а теперь очистил она уже чисто теперь на противень положил на плитку она подсохла пожалуйста это картошку бери зеленью закусывай лепешка а то у тебя есть все а сколько потратил да нисколько ни одной копейки на это не потратил вот и делает из того чтобы поддержать тело свое столько всего у меня мешков под глазами нету не забывай что через сколько 12 дней мне будет 70 уже 6 лет 76 мне даже нужды никакой нету я знаю как чтобы не болеть никогда не злись не завидуй ну не преследуй там не ревнуй вот эти не 5 быстро и в ряд и все тебе это не надо вот пожалуйста вот за то что ты мне по компьютеру помогал тут что-то я тебе дам 3 лепешки первый раз я вчера сделался пекарем 3 лепешки да какие принимаешь вот это вот бездрожжевое тесто как они готовят я поглядел но прямо больше ничем не заниматься если думает омоложение кожи только этим не надо ничего этого время коротенькое его надо это время выгодить до служения богу вот мы сейчас сидим ждем господь благословил двери все открыты сегодня в реанимации одна сестра нужно к ней попасть по своим делам утешить ее я уже вчера святой воды налил у меня так и в кармане и лежит бутылек вот я его вытаскиваю немножко взял просвор и прийти вот она у меня здесь вот налил святой водички врачи это признают что если святая вода и люди принимают горитсферы то они выздоравливают раньше вот она где пожалуйста ничего нет на это время нисколько не надо у меня хозяйка уехала сейчас она потеряевки вот я нашел что такие крупы а гречка я все туда вместе горох как с нитки у Сарафима Саровского залил водой но у меня не получается жидко как каша одно блюдо кошки не едят мне три они все удивляются что я наварил им а потом едят я им растительное масло маленькое а растительное масло организация она дает для лагеря ну а мы раз работаем трудящийся достоин пропитания растительное масло там ложку одну плеснуть и сила если никаких болезней нету мало спи и днем никогда не ложись самое то главное ты для бога делаешь и все время ум настраивая на божественно вчера Соболев зашел Юрий что такое отвергнуть себя люди вообще не знают есть две непреложные вещи абсолютно одинаково должны все мысли независимо от того какое вероисповедание человек сейчас я еще то она у меня это не вышло мне нужен библейский этот текст вот всем одержим вот пожалуйста я сейчас выставляю и чтобы ни граммы не ошибиться потому что этот ролик не дает ну вот считаем евреям 9 глава 27 стих и как человеком положено однажды умереть а потом суд все это абсолютно безусловно умереть это все знают умрут коммунист атеист какой бы он ни был и потом суд а вот об этом надо говорить это главное мне задают иногда вопросы но вопрос это о дешевом образе жизни здоровый образ это дешевый образ дешевый все что под ногами есть все съедобное перехожу на подножный корм и скажу что здоровье у тех которые едят мясо шашлыки вот мясо у нас вообще в доме не появляется но рыбы где-то случайно голова какая-то принесут кошкам я ее сварю я уже делюсь опытом как прожить дешево бесплатно а куда деньги давать все до копейки на дело божие на благовестие на нуждающихся тут секрета никакого нет раньше уходило 9 10 на дело божие а сегодня у меня 10 уходят получил пенсию тоже отдал пошел получать пенсию кто-то идет из знакомых получил пенсии я говорю бери чтобы моего отпечатка на деньгах не было а в руки взяли и пошли получаю на днях за полный комплект книг тысячу долларов тысячу я сразу дал знак я не звоню а нажму а мне тогда отвечать чтобы на телефон не тратится можете подъехать подъехать подъезжает она душа с ребенком вместе сейчас будем получать деньги все ну мне выдали я к ней даже не прикасаясь она его из паспорта вытянула сели поехали все кончилось знаете как на душе легко не то что хвалишься но делюсь опытом не копите у меня никогда не было никаких сберкнижек не знаю ну все время там рублей 15 есть чтобы не закрыли ее и пересылают люди деньги пересылают и уже знают мою вот такое отношение к этому ну уж вы сами знаете на благовестие или на нуждающиеся спрашивают незнакомые люди совсем даже другого вероисповедания у меня как у Иоанна Кронштадтского карманы всегда полные ничего нету пустые карманы а что они у вас оттопыриваются ну как оттопыриваются потому что с собой у меня всегда рукавички где что-то зашел а там лопата стоит скорее бери я начинаю работать в какой карман несут в левом кармане рукавички рабочие а в правом платочек если простыл чтобы было грызть они только под глазами вот и все относительно без дрожжевого теста что это яд и прочее лечить очень легко готовь сам себе у меня как-то жена уехала в академгородке пожила немножко в Новосибирск приехала а говорят молоко яд но они там коров не имеют яд я вылечу тебя быстро больше к молоку не прикасайся а с деревни приезжают ну не берешь да хоть кошкам возьми ну кошкам возьму ну а с кошками маленько бывает и себе что-то забелишь там ложку молока так интересно жить это но я никого к этому не призываю просто говорю что есть другой образ жизни другой и поэтому вставать надо рано не не позже 4 40 никогда днем не ложиться никогда нигде старайтесь ходить пешком в деревне у нас стараемся только босиком ходить через подошву там разные давления сердца почки все это будет и никогда не считать себя больным если ты не переломанный позвоночник у тебя целый желудок обрабатывает пищу все но вот это такое видишь с какими тут но если показать кому скажут да какая-то пища то это а то что ты делаешь старик то еще творишь людей отравляешь хорошая видите как рассказывает у нас одна была сослана раскулаченная так мужики когда привозили там мухи немножко а бывает подмощенная так вот это что там подмощенная они отдирали ее которые разгружали и себе в рот толкали а там сразу чашками не лили на кого на сколько нам роптать нельзя мы должны быть благодарны за все вот за эту вот лепешку чтоб ты бога поблагодарил сегодня какая есть она сейчас кто приходит я всех веду в огородчик свой ревень сорвите наберу полную держи изрежь ты попробуй так оно горькое горько это не означает плохо горько помогает сохранять влагу в жаркое время чем больше пьешь тем больше потеешь а вот разное на хрену на ветке там вода маленько отстоялась и горьковатая чтоб была это держит воду лучше но это такое что горьковатый это репей я прочитал японцы из репья готовят шесть блюд пальчики оближешь из корня из всего и мало того они противораковые свойства имеет этот корень молодой а у меня это все вот в огородчике растет научиться не искать льготы себе никакой а просто я живу совершенно нормально вот я выйду сейчас это центр города барнаула у меня была квартирка на работе работали когда на второй строительной сколько там было 12,8 квадратных метров по стенам по стенам 12 это и кухня это и прием где людей 11 человек принимал которые на полу не спали на этаже все разбито там мастерская жена шиловали эти тапочки мастерская учила других а у меня мастерская учил переплетному делу и диаконы священники с разных кипарки приезжали это все на 12 квадратах и тут же работают большие мощные маяк 205 где-то у меня около 15 их было тонн студия своя была когда меня арестовали это на 12,8 квадратных метров здесь и спальня и столовая и приемная все здесь было все в одном вот тебе большие акули и полигоны нужны они тебе этому ты сам просто подумай тебя заинтересовало я вижу что у меня за папки стоят вот эти вот это вот таких папок вот здесь написано 2007 год 429 стихотворений моих это черновики я писал просто сижу написал ушел и нигде не перепечатал я еще заинтересовал вон там бумажечка иероглифы какие-то вот это вот да иероглифы заинтересовали всех почему это интересует я не знаю видно нет видно видно маленько будет а это в молитвы когда молишься везде меточку ставлю каждый день тут написано вот у меня получается в среднем не 7 а 9 раз в день а что это нужно нужно почему нужно а для чего тогда четки нужны почему Давид говорит 118 целом 164 7 кратно в день а если не 7 кратно зачем тебе если когда Давид говорит а Златоуст говорит будучи столь заняты государственными делами он находил время 7 раз как саблер саблер о чем о ком пишет Лисков министр находил время приемные сидят там не знаю там от российского государства губернаторы а его нет а секретарь говорит он молится а кафе в благородице сейчас считают утоливая и обещали министр и вот только одна пачка таких пачек 7 я везде вот показываю чтобы научились жить бедно вот посмотрите это стихотворение которое я писал вот сохраненное по 9 куплетов 36 строчек ну и 3467 таких листов исписано все карандашом это все карандашом потому что ручки дорого вот я не знаю видно и что интересно ни одной по марке нигде нет так не пишется стихотворение как это может быть да какие-то стихотворения я и не считаю стихотворениями это проповеди стихах вот я сейчас скажу стихи это у меня где-то здесь были вот как на это надо завершать стихи времени ага сейчас так стихи книга вот где-то у меня тут было видимо в другом месте вот они у меня слеплены в один файл вот я открываю его стихотворение я найду буквально за минуту смотри так в досталь вот такое редкое слово есть оно где или нет оказалось что я досталь встречаю но это успеть а вот вот для тех кто любит женщин послушайте как надо любить женщин тема то такая интересная ты можешь прочитать вслух я думаю что у вас бы лучше я женщинам всем благодарен и в досталь которые мимо меня не заметив прошли взянули лишь коса змеи струили щекосы за носа и в них не вошел и нечего то ворошить мой ангел хранитель сумел же меня уберечь по лезвию острому кубарем там я скатился а женщина в силе снесла бы мне голову с плеч теперь бы под старость рыдал и в истерике бился огонь полыхал и дышал в облака из сердца кострища с горящей своей головней но жив оставался лишь бороду сдулась слегка да теплую ночью прошедшая сладко кольнет не мне подбивать и и тоже спектакль необычный но не был любим до беспамятства дикой девицей не сладость конечно что чувствами сад ископычен но снова я жив и в ночи не могу надевиться как славно что кудри мои никого не прельстили характер не мягкий путаны не липли ко мне страх божий сковал мое тело бесилось в могиле а разум треножил в геемском сгорая огне один на распутье распутство был спутан наказом от матери скромницы сверх многодетной храни себя сын мой казалось не раз что капут мне но корень обрублен и вянут светистые ветви в таинственном марве разум совсем не терял работа до пота сгорал в одиночестве диком то ветер измен перемен в порошок и стирал примил не по карте а в храме минуты изгибы храним несказанную милостью божией вставал окруженный мечтанием во сне вопреки в делах уникальных сидел не в прихожей делились на юного близкие мне старики ни в жаркой пустыне ни в келье в лесу отсиделся в помощника в деле господьем счастливые чистые сестры обстиран накормлен на шатком в своем табурятиках кресле и ум мой блудом неисточен по прежнему острый 9 ноября 2005 года игла одно стихотворение и таких стихотворений у меня 3467 вот это благодаря Наташе приходят к черновике эти сохранились и что ни одной помарки нигде нету теперь я считаю их и по ним учусь в видео формате вашим голосом с вашей интонацией правильно есть эти видео посмотреть? в видео нету а в аудио в то время не было в аудио да там около двух тысяч стихотворений насчитано специально я программу поставил такую это они у меня на нашем сайте а сайт просто заряди по-русски в google сайт Игнатий Лапкин во свете библии и сразу выйдешь из него к истине один народ друг там еще новые есть вот показываешь вот одно слово сказанное и в черновике сохраненное она уехала сейчас в Америке там третья сынишка родился вчера как раз это были разговаривали о ней вот внезапно где-то кто-то сказал вот говорили там отец тебе с дрожжом тоже я его испробовал сказали сохранить вот пожалуйста пачки стоят я какое бы стихотворение не взял нужно завершать да завершать уходим на этом так теперь как мне его закрыть тут у меня есть такое говорят мне с кем ты будешь век коротать я стихотворение показываю этого не может быть чтобы я лежал как пес побитый под старость все будет по-другому я буду смотреть только как пленки стоят и как сыновья сыновей приезжают я нужен им пока с Богом это кто сидит у меня крестник мой основатель форума создатель его и ютуб то он начал потом уже помогали другие не особо ахти какой работник потому что занят на работе то но когда включался в это дело у него знаний хватает ты что заканчивал то в АГУ университет у меня два два высших образования ну вот пожалуйста а работа там на десятую долю от того что мог бы для Бога делать работа 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 на работе работу надо такое иметь чтобы разум был свободный быть свободным во Христе где Дух Господень там свобода не рабом того кто дал тебе работу отдавай в воскресенье без выходных никаких я восемь часов больше меня не бою два дня выходных полный отпуск мы едем по всей стране отошел это было что я не знаю что ты это